Ну, если да, ничего личного. Вот смотрите, у нас спина представляет собой так. А что-то у меня не рисуется. Рисуется. А это почему-то не хочет рисоваться. Ладно, будем тогда криво. Будем тогда мышкой рисовать. Ладно, не можно. То есть, смотрите, спина для меня, то есть вы уже немножко там кинесиология, немножко медитации, не знаю, что еще смотрели, какие-то марафончики бесплатные наверняка. То есть какая-то информация есть. И спина у нас представляет собой некий в энергии энергетический поток. Это, знаете, как река. Когда река полноводная, то есть в ней полно энергии, она поручикам своим органам раздает эту энергию. Все классно, и все происходит равновесие в организме. Если на реке у нас образуются какие-то такие волны, и так далее, да? Что у нас происходит с течением реки? Мам, это нормально, я на кошечку. Да, и дети приближали, это нормально. Нет, это нормально, они чувствуют энергию. Дети очень, у них как-то вытаскивают, понимаем. А если можно, телевизор или комнат. Сейчас я уйду в другую комнатку, да, как-то. За ночь. Давайте построим зайку с пусками, украсим его в башню, а это ракурс. Так. Сейчас. У нас тут сос, так, можно я перезвоню? Сейчас. Подождите, нормально. Нормально. Слышу. Все у нас? Окей, отлично. То есть, что происходит с течением, да, еще раз объясняю, лежат какие-то камни и так далее, да, в этой реке. Что происходит с течением? Течение, естественно, сужается. Не хватает на существо спине энергии. Да? Что такое камни, как вы думаете? Что? Что такое камни вот на этой реке? Что это такое? Ну, что мешает, наверное, нет? Дело в том, что у нас спина, да, связана с прошлыми, да, с прошлыми ситуациями. И в данном случае то, что правая сторона, это вы себе закрываете где-то понятие высшего мира, скажем так. Это не связано только с мужской энергией, да, есть энергия инь и янь, есть энергия, мужская энергия, это еще активная энергия. Получается, слушайте, 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 это активная энергия высшего мира, и где-то вы себе своими мыслями блокируете эту энергию. Чему я сказала о внешнем конфликте, да? Ну, то, что локоть, это свидетельствует... Ну, не только локоть и рука, что-то, что-то вы... А чем вы занимаетесь, то есть... Я в декретном сейчас нахожусь, потому что ребенок смотрят. Это понятно. А чем хочется заниматься? Ну, этим и хочется пока заниматься, такого нету, что, ну, не хочется. Хорошо. А что-то, что-то есть, что... Ну, сколько делаете, ладно? Что есть? Есть что-то, что отягощает руки, так сказать? Какой-то груз? Ну, груз мне, вот этот удаленно муж работает, ну, то есть не с нами, а вот, ну, кто-то ездит на заработки, вот такое, ну, то есть он постоянно как бы отсутствует. Ого! Ну, я же спрашивала о внешнем конфликте, да? Что-то вы не можете принять, есть какой-то конфликте. Ну, я о чем? Ну, я понимаю, что я как бы новый для вас человек, это что-то... Вот. Что мы делаем на моих процедурах, либо на обучении и так далее? Мы убираем вот эти вот моменты. Естественно, постепенно убираем, расчищая эту реку. Как это можно сделать? Это можно сделать путем активной медитации, работы с целительством. Это можно сделать через обучение, да, по той же схеме, да, работы с целительством. И есть еще такая простая методика, как рефлексология. Вот у вас был какой-то рефлекторный массаж, да? И иглоукалывание я делала. И иглоукалывание. То есть вы уже пробовали различные как-то системы альтернативные. Так, нужно закрыть, чтобы перейти... Вот, да? То есть нужно понимать следующее, что спина, все проблемы со спиной – это наше прошлое. Если мы рассматриваем наше энергетическое пространство, то это энергетическое пространство, вот как снег, да, забито или как текание, забито определенными ситуациями, да. Что-то с партнером не получается, да. Что-то вы в себе, скажем так, подавляете, да. То есть не можете высказать и так далее. Ну и маленькие дети. Понятно, у меня своих детей двое. Они уже, слава богу, подростки. Поэтому я это все прошла. Девочка и мальчик. Вот у меня. Поэтому это все понятно. Это все откладывается, к сожалению, на нашей спине. И сколиоз – это не что иное, как вот когда ситуация перевешивает энергетически, она затем перевешивает и физически, она в буквальном смысле перекашивает наш позвоночник. Так. Где у нас картинка, которая мне нужна? Сейчас это просто из... Это не совсем кто. Ладно. Так. Да. В позвоночнике. Сейчас я еще покажу вам другую картину. Почему отношения, вот смотрите, отношения, да, отношения с партнерами, эмоциональные отношения часто выражаются болью позвоночника. Знаете почему? Сейчас я вам покажу. Почему? Так. Не, не изучала. Ну, хорошо. Можно пройдетесь ко мне. Не важно. Звоните, Флотик, мам. Не важно. Есть у нас 32-33 позвонка и 23 межпозвоночных диска. Так вот, да, боли в пояснице вы можете напрямую посмотреть. Если мы просто разбираем даже не энергетику, а просто физику, да, здесь проходят у нас нервы. И, допустим, в шенном отделе, да, они ведут вот сюда, да, поэтому для нас. То есть, когда там русло передаблено, соответственно, и в определенные органы поступает меньше иных. Да. И, а поскольку оно передаблено, то здесь оно ощущается, как некая блокада, да, то есть, видите, что здесь. И эту блокаду, естественно, нужно убирать, да. Часто это выражается болями, головными болями. Нет. Голова не болит, нет? Нет, сейчас не болит. Ну, как-то было, что болели, болела. Я просто, ну, помогаю себе, там, ну, массажи, на такое все хожу, поэтому, ну, уже получше. Голова не болит. Именно как-то вот, ну, руки. Ну, массажи, я сама делаю массажи. То есть, что делают массажи? Они немножко шевелят эту энергию, эту структуру, но пока вы не осознали какой-то момент, да, почему вы тут не можете двигаться, да, потому что что лежит, короче говоря, вот в энергии, да, какая блокада лежит, которая приносит путь. Дело в том, что это работает так, вот, энергетический канал, сюда поступает энергия, и сюда из земли поступает. И здесь есть какая-то ситуация, да, возможно, еще даже, я не говорю, что ситуация прямо сейчас у вас. Да, 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 да. Вот, но когда вот это вот течение, да, есть какой-то волонт, то сюда идет давление, естественно, и возникает боль, и возникает зажим. Понимаете, зажим сначала возникает в голове, в наших мыслях. Потом это формирует вот эту энергетическую ситуацию, и потом уже эта энергетическая ситуация переходит вот сюда, на физику. Вот этот момент понятия. Да. И мы можем этот волонт выбирать, в принципе, различными способами, да. Ну, я работаю с помощью активной медитации и целительства, которые я изучила из Израиля, и еще применяю реплексологию. То есть самомассаж, определенный зон, которые связаны с позвоночником. Ну, и я обещала вам рассказать, да, почему отношения и поясница у нас связаны. Причем туда же лежат еще и отношения к деньгам. Не только отношения какие-то внутренние. Я бы сейчас вас вот спросила, как у вас по-женски и с почками. То есть? Да. Что по-женски? По-женски. Есть какие-то, скажем так, разнобои и так далее? И как работают почки, печень? Нет, по-женски все хорошо. Все хорошо. Да. Слава Богу, ничего еще не перешло. Отлично. Ну, я проверяла все. Все хорошо было. То есть я и почки, ну, все проверяла нормально. Иногда кровь, ну, кровь, ну, вот это воспалительное процессе есть. А так вот, ну, по всем органам проверяла нормально все. Понятно. Ну, отлично, значит. Тфу-тфу-тфу. Значит, быстрее будет все двигаться. Значит, там небольшая какая-то проблема, просто какая-то блокадость здесь лежит. Может. Что-то не можете, ну, это уже более на индивидуальном у меня открывается, обычная информация, что у вас там конкретно. Но что-то, что-то с мужем, то есть где-то вот там вот недовольство, короче говоря, самоедство, недовольство, это все разрушает позвоночник. Понимаете, вы себя как бы изнутри разрушаете. Это один момент. И второй момент. Ну, ничего не слышали об чакрах, ничего, в принципе, объясню. Примерно вот где-то здесь, да, в районе субчика лежит у нас первая чакра, она отвечает за уверенность. То есть у нас энергетические центры, они привязаны к определенным каким-то нашим земным вещам, да. Вот у нас есть оранжевая чакра, она как раз отвечает за поясничный отдел и за отношения. То есть если здесь есть определенные недовольства, они как, понимаете, как блокады вот это вот здесь формируют и возникает защемление, боль, перекосы и так далее. Плюс еще я бы сказала, что вы на своих плечах все-таки что-то тащите, сейчас вам это не говорите, но перекос как раз идет в правую сторону, да. То есть вот я вижу, сейчас я конкретно вижу вот такую вот картинку, вот такую вот картинку, понимаете. У нас есть внутренние весы, да, и здесь вот, здесь есть что-то, что перевешивает, что не дает войти вот в это равновесие. Мы это можем рассмотреть уже более индивидуально. И, в принципе, вам интересно то, что я рассказываю? Да, интересно. Или это очень неземное? Это я понимаю все. И, в принципе, вот это вот относится к оранжевой чакре. То есть это эмоциональная, сексуальная чакра. Недоздача, скажем так, очень часто человек обижается на недоздачу ему внимания. Конечно, это присутствует. Это основное. Конечно. Я могу вас научить от этого избавляться. Ну, вопрос просто. Вы хотите, допустим, как решить вашу проблему? Вы хотите решить проблему вашу с помощью обучения? То есть где я вас обучаю, вы работаете сами? Или вы хотите, чтобы я сама с вами поработала? Ну, скажите мне по стоимости, как, что, так, чтобы я понимала. Ну, смотрите, стоимость одного часа моей работы – это 10 тысяч рублей. Что? 10 тысяч рублей. Ну, я поняла. В Белоруссии – 112 евро. Естественно, мы можем работать, вы можете такой пробничок взять, и мы можем сделать 30-минутную сессию. Естественно, будет по стоимости меньше. Это когда я своими ручками работаю, используя техники целительства. И есть тот мой опыт, который накоплен в течение 10 лет. Ну, и плюс я подключаюсь еще к определенным энергиям. И запрашиваю просто… То есть ваша цена – это разрешение пройти вот в это пространство и, так сказать, привести вас к определенному осознанию, чтобы убрать вот этот вот булышник. Этот булыжник, как правило, он не только связан с конкретной сегодняшней ситуацией. Не знаю, что он еще откроется. Что там вам родители дали? Потому что шея – это, понимаете, это тот район, где часто лежат такие энергетические цепи наших родителей, которые прилично тянут. Вот. И, естественно, там тоже нужно это смотреть. Вот. Это один момент. И второй момент – обучение. Это немножко, ну, смотря какое вы берете. Круповое, да, будет? Или нет, допустим, которое просто в записи, вы смотрите запись, и там в конце мы с вами общаемся, да, когда вы уже прошли курс. Если, допустим, вас интересует обучение такое вот, как вот сейчас, да, мы в зуме, то это будет месяц, скажем так, те же 112 евро, да. Есть у меня такое обучение ВИП, но оно более серьезное. И мы обучаемся там, что за энергетические центры. Мы не только проходим спину, мы проходим вообще все, от ног до головы, полностью восстанавливаем свою систему. Есть просто только курс по спине, допустим, в записи с моей поддержкой, где я вам там, вы задаете вопросы, можете ежедневно задавать, можете через три дня. И эта стоимость будет 15 тысяч рублей. Так что вам что больше подходит? Наверное, чтобы в записи, потому что мне не совсем будет удобно так вот, ну, с ребенком, он будет бегать, прыгать по времени. А подходит вам с поддержкой или без поддержки? Ну, надо обдумать, наверное, с поддержкой. Ну, я тоже думаю, что лучше с поддержкой. Тогда, ну, 15 тысяч рублей. Это в месяц, да? Ну, а это в месяц. Сколько там, получается, заниматься надо? С вами вожусь. Там три больших часовых занятия, плюс я вам еще набросаю там занятия по рефлексологии. Сейчас я объясню, что такое рефлексология, да? То есть где вы сами с определенными зонами еще работаете. Так, сейчас. Здесь у нас... Так. То есть я вижу, вы хотите серьезно. Так. Вот смотрите, у нас есть руки. Это то, что из рефлексологии на руках. У нас есть определенные зоны. И я даю также разработку этих зон, да? Чтобы энергия проходила, работает по той же... Это еще дополнительно в этом курсе. То есть у вас есть энергетический поток, да, допустим, по спине. Вот здесь находится зона спины. И есть какая-то проблема. Массируя определенным способом, допустим, вот данную зону, да, вы также шевелите эту энергию. Вы немножечко, скажем так, да, не совсем сейчас удачно нарисовала, да, делаете это немножко меньше. А если вы еще берете полностью курс, то там идет осознание, там идут медитации, которые посвящены спине именно. То есть это очищение прошлого существа, прошлые какие-то ситуации и так далее. Ну, как-то так. Интересно? Да. Ну, надо подумать над всем, так, как это, чтобы... Лучше, чтобы кто-то помогал мне, чтобы на детей смотреть, а я этим занималась, потому что, чтобы полноценно было выкрасить себе времечко. Ну, смотрите, вы можете вот один раз в месяц вы можете со мной встретиться и потом работать с помощью занятий, с помощью поддержки моей чисто, ну, письменной, естественно, сами. То есть я вам даю занятия, я вам даю задания и проверяю, да. Вы присылаете мне, как вы промассировали, вы отвечаете на вопрос, ага, я сделала медитацию, брала в медитации то-то и то-то. С медитациями вообще знакомы? Чуть-чуть? Нет. Вы написали, что... Ну, так чуть-чуть. Ну, чуть-чуть как, релакс медитация или что за медитация? Ну, релакс, ну, там по этим ютубу смотрела, повторяла. Ну, понятно, есть различные медитации, я работаю с активной медитацией. Это что означает активная медитация? Это означает, что мы заходим вот в это пространство, да, вот сюда. Вот сюда заходим и убираем здесь все, то есть чистим комнату здесь прошлого. Ну, а там, как правило, много что лежит. И когда эта комната очищена, выправляется уже сам позвоночник. У меня когда-то был сколиоз, и причем такой серьезный. И поэтому, в принципе, все на практике пройдено. Ясно все. Интересно? Интересно, ничего неинтересно. Когда вы готовы начать? Ну, я напишу, да, когда буду готова. Так не могу сказать. Ну, например, допустим, в этом месяце, в следующий месяц, на этой неделе, на следующий... Не точно не на этой неделе, так, может, через пару недель. Через пару недель. Отлично. Как мы с вами договоримся? Давайте вы назовете мне дату, и я просто напишу вам эту дату. Ну, я напишу так, когда буду готова. Ну, там, заранее хорошо подумала. Да, хорошо. Так. Смотрите, у вас дополнительно я даю вам определенную памятку. Ну, то есть, во-первых, я подключаю вас к определенному кабинету в Фейсбуке, да? Фейсбук у вас есть. Нету. А, Фейсбука у вас нет. Хорошо, я подключаю вас к кабинету на моей странице, где будет вот это вот уже такое мини-санятие, которое я провела с вами, и еще там сброшу определенный дополнительный материал. Окей, это будет бонус. Можете пару слов сейчас сказать, я не знаю, с камеры, без камеры, как вам понравилась вот такая наша встреча, была ли она вам полезной? Просто пару слов для тех, кто пойдет за вами или идет дальше и так далее. Можете сейчас что-то сказать? Ну, понравилось, конечно, есть над чем подумать, вот. Информация очень интересная, так, поэтому будем думать. Попала я в точку каких-то внутренних, скажем так, проблем. Как бы, я не могу сказать, что это проблема, но... Ну, ситуация. Будем так называть, да? Да. Ситуация. Хорошо, огромное спасибо вам. Спасибо вам за уделенное время. Да, вы получите ссылку для меня. Да, и давайте думайте, решайте. Хорошо. Сейчас не для камеры расскажу вам еще одну вещь.